Где-то на белом свете Всем привет! А вы уже встречали белого медведя? Мы часто видим белых полярных медведей на фотографиях, на картинках, но мало кто из нас встречались с этими животными. Я видела белых медведей только в зоопарке и, честно говоря, не хотела бы встретиться с белым медведем на природе. Добро пожаловать в русский подкаст! И сегодня наша тема — это интересные факты о белых медведях. Вперед! Белый медведь или еще мы говорим полярный медведь, северный медведь. Он обитает в Арктике. Обитать — это значит жить. Обычно мы используем этот глагол о животных. Интересно, что есть французский глагол. Есть французский глагол обите. И этот русский глагол обитать похож на это французское слово. Обитать значит жить для животных. Белые медведи обитают в Арктике. Какой это тип животного? животного? Это млекопитающие. Млекопитающие. У нас есть рептилии, есть рыбы, а есть млекопитающие. Например, люди — это тоже млекопитающие. Млекопитающие — это от слова молоко, млекопитающие. И питаться значит есть или пить. Млекопитающие — это животные, которые, когда они очень-очень маленькие, они пьют молоко. Мамы, они питаются молоком. Млекопитающие. Я читала, что белый медведь — это самый крупный хищник на планете. Хищник — это животное, которое ест других животных. Да, хищник. Хищник. Белый медведь — это хищник. Он не ест траву, цветы, фрукты, овощи. Нет, он ест других животных. Он хищник. Крупный — значит большой. Самый крупный хищник на планете, который живёт на земле. Я думаю, что есть также крокодилы, киты, но самый крупный хищник на планете — это белый медведь. Он может весить 800 килограммов. Весить значит сколько килограммов. И белый медведь может весить 800 килограммов, почти тонну. Его длина может быть 3 метра. Сто тысяч лет назад на планете жил гигантский белый медведь. Он был ещё больше, чем наш белый медведь сегодня. Я не хотела бы встретиться с гигантским белым медведем одна. Мы также говорим полярный медведь, северный медведь и латинское название. Латинское слово — это урсус маритимус. Очень интересно. Урсус маритимус. Маритимус значит море, океан, вода. И да, это правда, белый медведь много-много времени проводит в море, в воде. Он рождается на земле, но потом живёт в море. Белые медведи рождаются на суше. Суша — это контраст. Это контраст море. Море, вода и суша. В море, на суше. На суше значит на земле. Но потом белый медведь живёт на льду. Лёд — это очень-очень холодная вода, твёрдая вода. Когда мы видим фотографии белых медведей, они часто либо в воде, либо на льду. Лёд. Мы можем сказать, что это морской медведь, урсус маритимус. И, конечно, его тело, его физиология очень хорошо адаптирована к жизни в море и на ледниках. Ледник — это большой-большой фрагмент льда. Ледник. У белого медведя маленькие уши. И это нормально, потому что, когда он плавает, когда он в воде, вода не должна быть в ушах. Поэтому у него маленькие уши. Белый медведь часто ныряет. Нырять, нырнуть. Нырять, нырнуть — это когда мы были на земле, на суше, и потом мы идём в воду. Пум! Мы в воде. Это нырять. Обычно это очень быстро. Мы под водой. Это нырять, нырнуть. Когда белый медведь ныряет, он закрывает уши. Его уши закрываются. Вода не может пойти в уши. И также он закрывает ноздри. Ноздри — это часть нашего носа. У нас есть нос. И чтобы дышать, в носу есть ноздри. Обычно две ноздря, ноздри. Когда белый медведь ныряет, когда он в воде, он закрывает уши и ноздри. Может быть, у вас уже были моменты, когда вы были в воде, в море или даже в душе, и вода попадает в ноздри, в нос. Это очень неприятно. Поэтому наш белый мишка закрывает ноздри и уши. Но что интересно, это то, что он не закрывает глаза. Глаза белого медведя открыты под водой. У него есть специальная мембрана, специальный элемент глаза, который защищает глаза. Защищать-защитить, значит, ничего плохого не может быть с глазами белого медведя, когда он под водой. Вау, это супер медведь! Также у белого медведя очень интересная шерсть. Шерсть — это волосы животного. У нас с вами есть волосы. У кого-то много, у кого-то немного, у кого-то больше нет. А у животных есть шерсть. Это очень очень много волос, поэтому собаки, кошки могут гулять на улице, даже когда холодно, потому что у них есть шерсть. Интересно, что шерсть белого медведя белая, но кожа, кожа медведя, она черная. Кожа — это то, что на нас. Наше лицо — это кожа. Это то, что защищает нас от мира. Это кожа. Кожа у белого медведя черная, но шерсть белая. Это уникальная шерсть, потому что когда медведь ныряет, он под водой, и потом он выходит из воды, он почти сухой. Он сухой. Кожа и шерсть не намокает. Намокать — намокнуть, значит, есть вода. Намокать — намокнуть. Например, если я иду гулять, у меня сумка, в сумке книги, пошёл дождь, я не закрыла сумку, я прихожу домой и вижу, ай-яй-яй, мои книги намокли. Книги намокли. Значит, на них есть вода. И шерсть белого медведя не намокает. Он проводит много-много времени в воде, но его уникальная шерсть почти не намокает. Также у белого медведя хорошее зрение. Зрение — это как он видит. Например, у меня плохое зрение, у меня минус шесть. Я ношу очки или линзы. Но у белого медведя очень-очень хорошее зрение. Он может увидеть другое животное за много километров, за несколько километров. Он видит добычу. Мы уже сказали, что хищник — это животное, которое ест других животных. Тигр — это хищник. Кошка — это хищник. Есть хищные птицы, которые едят других птиц или маленьких животных. Медведь — это хищник. И когда хищник ест другое животное, это другое животное — это его добыча. Добыча. Хорошее слово для вас. Добыча. Добыча — это животное, которое мы хотим съесть. Белый медведь видит добычу за несколько километров. Он может видеть добычу. Белый медведь — это охотник. Охотник — это животное или человек, который хочет съесть, хочет убить другое животное. Но для этого он работает. Он ищет это животное. Он ищет добычу. Он смотрит, где это. Он охотится. Сегодня есть ещё цивилизации в Африке, например, где люди охотятся. Они идут в джунгли, в пустыню, в саванну. И у них есть техники, чтобы найти животное, антилопу, убить её, потом съесть. Они охотятся. Но в больших городах мы уже не охотимся. Мы идём в супермаркет и покупаем то, что нам нужно. Белый медведь охотится. То есть он ищет других животных, чтобы их съесть. Он ищет добычу. Например, белый медведь охотится на тюленя. Тюлень. Тюлень — это очень милое животное, мне кажется, с большими глазами. Оно живёт в воде, но как белый медведь иногда отдыхает на льду. Лёд, как я сказала, это очень-очень холодная, твёрдая вода, лёд. И белый медведь может чувствовать запах тюленя за 30 километров. Запах. Запах — это когда наш нос понимает, чувствует, что что-то есть. Например, запах кофе. Запах ванили. Я очень люблю запах йода. Когда мы около моря, мы чувствуем запах йода. Запах. И белый медведь чувствует запах тюленя за 30 километров. Вау! Мне кажется, это очень интересный факт. Ещё один факт о белом медведе. Белый медведь может долго голодать. Голодать значит не есть, не кушать. Голод — это когда мы хотим есть. Белый медведь может долго не есть. Почему? Потому что у него есть жир. Жир — это в нашем теле, в нашем организме резерв энергии, резерв калорий. Ну, не знаю. У меня тоже есть такой резерв, но когда я долго не ела, я сразу хочу есть быстро. Резерв мне не помогает. Но белый медведь, у него есть резерв жира, и он может не есть очень долго. Он может голодать. Но когда он, наконец, наконец, может есть, может кушать, белый медведь может съесть 40 килограммов еды, 40 килограммов мяса. 40 килограммов. Вау! Это очень много. Теперь интересный факт о медведице. Медведица — это девочка-медведь. Это женщина-медведь. Это она. Мама-медведь. Медведица. Медведь — это он или просто все медведи. Медведица. И ребенок-медведь — это медвежонок. Медвежонок. Медвежонок-медвежата. Медведица может быть беременной. Медведица беременна. Значит, медведица ждет малыша. У медведицы будет маленький ребенок. Медведица — это 8 месяцев. Период, когда она беременна, это 8 месяцев. И тогда медведица впадает в спячку. Впадать, впасть в спячку — это когда животное долго-долго спит. Вы знаете, дорогие друзья, что есть животные, которые спят долго-долго зимой. Это спячка. Спячка. Подать, впасть в спячку. Это когда животное спит. Это когда медведь спит несколько недель и даже месяцев. Беременная медведица может спать 50-80 дней. И вообще она проводит в берлоге 160-170 дней. Берлога — это дом медведя. Это домик, это место, где живет медведь. Берлога. Интересно, что это как от английского bear. Медведь, да? Берлога. Берлодж. Берлога. Обычно белые медведи не спят, не впадают в спячку. Но беременные медведицы — да. Еще один факт о белых медведях. Они могут оставаться под водой 2 минуты. Они могут не дышать 2 минуты. Я думаю, что это долго. 2 минуты. Это хороший результат. Белые медведи быстро бегают и быстро плавают. Медведь может бежать до 40 километров в час. 40 километров в час. Это как автомобиль в городе. И плыть 6 километров в час. Это тоже неплохо. Рекорд, о котором мы знаем, это медведица. Медведица, которая проплыла 685 километров в море. Эта медведица искала еду. Она была голодной. Она хотела есть. Она искала добычу. Добыча — это животное, которое можно съесть. И она проплыла 685 километров. Она плыла в море Бафорда от Аляски до льдов. Лед — это твердая вода, на которой она может отдохнуть. 9 дней эта медведица плыла. И это был большой-большой стресс. Для неё она похудела на 20%. Она не ела 9 дней. И она похудела. У неё было меньше килограммов на 20%. И, к сожалению, во время этого путешествия она потеряла своего медвежонка. Да, с ней был малыш, ребёнок, медвежонок. И он не смог проплыть такую дистанцию. Она его потеряла. Медведи-одиночки. Одиночка значит, он любит жить один. Медведи-одиночки. И даже когда у них есть медвежонок, детёныш, медведица одна с малышом. Медведю-папе неинтересно, что там с малышом. Медведи живут 25-30 лет. И рекорд для белого медведя — это 42 года. Очень старый дедушка-медведь. Ещё интересный факт. У бурых медведей, у гризли и у белых медведей могут быть гибриды. У них могут быть медвежата. И по-русски это называется полярный гризли. Если папа — бурый медведь, то есть не белый, чёрный медведь, мама — белая медведица, то их ребёнок — это полярный гризли. По-английски это называется пизли или гролар. Это между полар и гризли, пизли — гролар. Но по-русски полярный гризли. Также медведи чистюли. Чистюля — это значит любит быть чистым. Чистюля — это неформальное слово. Разговорное слово. Каждый день 15-20 минут у белого медведя уходит на гигиену. Они хотят быть чистыми. Они уже белые, но они хотят быть ещё более чистыми. Чистюля. Например, когда мы смотрим на кошку, которая занимается гигиеной, то мы можем сказать «О, какая чистюля!» Чистюля. Или если у ребёнка в комнате чисто, мы тоже можем сказать «О, какой чистюля!» Какая чистюля! Ещё один интересный факт. В мире не так много белых медведей. Статистика на 2016 год — это 22 тысячи или 30 тысяч. Мы не знаем. Ну, максимум 30 тысяч медведей. Я думаю, что это интересно, потому что в нашей культуре мы видим часто животных. Например, в мультфильмах диснеевских, в рекламе, на плакатах, в книгах, в фильмах мы часто видим животных. И медведей, и тигров, и жирафов. И мы их никогда не видим в реальной жизни, только в зоопарке. Но нам кажется, что их много. Но в реальности это не так. Только 30 тысяч белых медведей. И я читала, что из-за изменения климата белым медведям всё труднее и труднее находить еду. Потому что льда всё меньше и меньше. Лёд — это твёрдая вода. И поэтому им всё труднее и труднее жить. И в мире не так много белых медведей. Поэтому медведи начинают подходить ближе к людям. В России, в Канаде, в США есть видео белых медведей, которые ходят по городу. И в Канаде, провинции Манитоба, есть даже тюрьма. Тюрьма для белых медведей. Тюрьма. Тюрьма — это место, обычно для людей, где находятся люди, которые сделали что-то плохое. И они не могут оттуда выходить. И в этой провинции Манитоба, в городе Черчилл, в Канаде, есть тюрьма для медведей, которые слишком близко подходят к людям. Я не знаю, что они там делают. Смотрят ли они телевизор? Есть ли у них встречи с психологами? Ну, вот такой интересный факт. Дорогие слушатели, я надеюсь, что вам понравился этот подкаст о белых медведях. Вы узнали много интересных фактов и много новых слов. Слушайте подкаст еще раз, учите слова, делайте флеш-карты, повторяйте. А если вы хотите получать видео и подкасты каждые пять дней, приходите в мой клуб «Дача». Нас уже больше, чем 500 человек. А я говорю вам до скорого в русском подкасте. Целую. Пока-пока. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, Трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, Трутся обозь медведей, вертится земля. Вертится быстрей земля. Вертится быстрей земля. Вертится быстрей земля. Вертится быстрей земля.